Привет друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на русский сериал под названием Большое небо. Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, история о непростой жизни и судьбе двух друзей летчиков из Сибири, Виктор Чертков, Станислав Бондаренко, опытный пилот, любимец отряда, но при этом, Казанова и Весельчак, оказывающие знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, которая работает в местной библиотеке. Сергей Ющенко, Алексей Демидов, молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот, поступивший в отряд к Виктору. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле, а также узнать цену настоящей дружбы и любви. Однако, как говорится, первым делом, самолеты, новости. Зрителей Первого канала вечером ждет премьера, многосерийный фильм Большое небо. На Первом канале выходит сериал Большое небо о непростой судьбе двух летчиков в исполнении Станислава Бондаренко и Алексея Демидова, сообщает пресс-служба проекта. Главный герой Виктор Чертков, Станислав Бондаренко, опытный пилот, но при этом бабник и весельчак, оказывающий знаки внимания всем симпатичным женщинам, кроме собственной жены, Светлана Смирнова-Марцинкевич. Сергей Ющенко, Алексей Демидов, молодой и интеллигентный летчик, попавший в отряд к Виктору. Его сестра Ксения, Мария Свирид, закончила школу с отличием и собирается поступать в медицинский институт. Вместе им предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле, узнав цену настоящей дружбы и любви. В актерский состав также вошли Рустам Сагдулаев, Ирина Ефремова, Тамара Семина, Ирина Тимичева и Ольга Балашова. Режиссером проекта выступил Владислав Николаев, Лондонград. Летчики, особая каста, поэтому мой свободолюбивый герой чувствует себя отлично. В те времена же казалось, что все девушки влюблены в пилотов. Помимо массы показанных экстремальных ситуаций в небе, в сериале надо отметить еще и юмор, его будет много, колоритного и самобытного. Но главным было передать ощущение любви летчиков к своему делу. Для них полет – это самое главное, это их необходимость. Для летчиков жизнь без неба – это, наверное, не жизнь, отметил Станислав Бондаренко. Сюжет и съемки. В центре сюжета мелодраматической ленты. Рассказ о двух товарищах летчиках родом из Сибири, которые вместе прошли сложный путь и сумели сохранить теплое отношение. Действие происходит в 80-е годы прошлого столетия в Советском Союзе. Товарищи давно знакомые, вместе несут службу в одном отряде и привыкли делить на двоих все радости и невзгоды. Хотя и отличаются друг от друга разными характерами, взглядами и жизненными принципами. В одном из путешествий в небесные просторы мужчин ожидает захватывающее приключение, которое заставит их по-новому взглянуть на привычные вещи и пересмотреть свое отношение к близким людям. А обстоятельства складываются таким образом, что героям предстоит научиться менять свой характер, развиваться и самосовершенствоваться. Производством сериала занималась киностудия Кит совместно с киностудией Крылья по заказу Первого канала. Режиссерское кресло в проекте досталось Владиславу Николаеву. Авторами сценария стали Марина Эстер и Вячеслав Ровнер. Автором музыкального сопровождения стал композитор Илья Зудин, а художественным оформлением занимались Александр Харин и Герман Зарянкин. Продюсерами выступили Джаник Файзиев, Рафаэл Минасбекин, Сергей Багиров, Марианна Балашова, Станислав Чапаев. Интересные факты 1. Режиссер Владислав Николаев также известен благодаря другим своим киноработам. Он снимал такие фильмы и сериалы. «Призраки прошлого», «Московский романс», «Неизвестный», «Высокая кухня», «Меч 2», «Солдаты», «Бедная Настя». В 2021 году вышли еще два проекта режиссера, «Секреты и красота небесная» и ведутся съемки восьмисерийного фильма «Немезида». 2. Съемки сериала «Большое небо» проходили в столице России в 2017-2018 годах. Изначально проект носил рабочее название «Служили два товарища». 3. Исполнитель ключевой роли Станислав Бондаренко рассказал в беседе с журналистами о своей азартности, подвижному образу жизни и любви к скорости, а также экстремальным видам спорта. Актер отметил, что ему нравится все, что связано с чувством риска, особенно автомобили. Также в интервью Бондаренко охарактеризовал своего персонажа как верного друга и порядочного человека. Актер отметил, что, несмотря на его характер и поведение, он способен меняться к лучшему и пытается исправить свои ошибки, достойно проходя жизненные испытания. 4. В съемках сериала задействован советский актер Рустам Сагдулаев, которого зрители запомнили по ролям в картинах «В бой идут одни старики», «Незабытая песни», «Повесть о двух солдатах», «Какие наши годы», «След Саламандры», «Нивеста Воровка» и других. 5. Зрители с интересом следили за судьбой этого кинопроекта и с нетерпением ждали премьеры. Дело в том, что дата выхода сериала «Большое небо» постоянно переносилась, даже когда съемочный процесс полностью завершился. Пользователи кинофорумов посчитали, что увидеть ленту на телеэкранах уже вряд ли удастся. Однако в 2021 году руководство Первого канала все же вспомнила о фильме и объявила о его показе. Актеры и роли Станислав Бондаренко, Виктор Чертков, опытный летчик, которого уважают коллеги. Однако по характеру Витя, бабник и балагур, который не пропускает ни одной юбки, при этом не уделяя должного внимания своей законной супруге. Станислав Бондаренко, российский актер театра и кино украинского происхождения. Артист прославился за счет многочисленных ролей в сериалах и фильмах. Благодаря яркой внешности и харизме любимец публики чаще всего появляется в образе героев-любовников и лавелласов, но бывают и исключения. Станислав Геннадьевич Бондаренко родился 2 июля 1985 года. Знак зодиака – рак, в городе Днепрорудном Запорожской области, Украина. У актера большая семья, сводный старший брат и две сестры-близняшки. Светлана и Снежана родились, когда Стасу исполнилось 9 лет. Что касается родителей, то отец занимается строительством и ремонтом автомобилей, мама работала помощником стилиста. Когда у нее родился сын, ей было 17 лет. В детстве Станислав жил на родине, а в возрасте 11 лет с семьей переехал в Москву. В школе он хорошо учился, был активным ребенком с разными увлечениями. Юноша занимался бальными танцами, ходил на каратэ, в тот период об актерстве как о профессии даже не задумывался. После окончания средней школы Стас собирался поступать в Московский авиационный университет, но случай изменил решение молодого человека. Танцевальную студию, куда ходил Стас, пригласили на вечерний концерт ГИТИСа. Талантливого парня заметил один из руководителей училища. Преподаватель предложил Бондаренко пройти прослушивание. Таким образом Стас поступил в ГИТИС. Он считался старательным студентом, поэтому быстро вошел в число лучших на курсе и получал повышенную мэрскую стипендию. Женой Бондаренко стала актриса Юлия Чеплиева. Актер познакомился с будущей супругой в начале 2000-х, будучи студентом. Молодые люди встретились в учебном театре. Юлия посещала курс актерского мастерства, а Станислав учился в ГИТИСе. Серьезные отношения начались после второй случайной встречи. При знакомстве актер потерял номер девушки и встретил Юлию случайно через несколько лет на праздновании дня рождения общей подруги. На этот раз Бондаренко не растерялся и начал ухаживать за ней. Пара сыграла свадьбу в 2008 году. У супругов родился первенец, сын Марк. Долгие годы пара считалась одной из самых крепких в российском кинематографе. Но в начале 2015 года стала известна новость, что Станислав Бондаренко и Юлия Чеплиева развелись. При этом актер продолжил участвовать в воспитании сына. Мальчик посещал школу с гуманитарным уклоном, футбольную и теннисную секцией, вместе с отцом снялся в ленте «Верни мою любовь». Позднее стало известно о романе актера с победительницей конкурса «Красоты Мисс Россия» в 2010 году Ириной Антоненко. Они познакомились во время съемок телефильма «Золотая клетка». Эти отношения не привели к серьезным изменениям в личной жизни артиста, вскоре последовало расставание. В 2017 в российских СМИ появилась информация о том, что Станислав Бондаренко отдыхает в Грузии вместе с моделью и бизнесвумен Аурикой Алехиной. Популярный российский актер театра и кино весело провел майские праздники. Об этом свидетельствуют фото артиста, появившиеся в Инстаграме и во Вконтакте. В соцсетях пользователи внимательно следили за личной жизнью и творчеством кумира, даже создали для этого фан-клубы. Параллельно с работой Бондаренко посещал достопримечательности Грузии, город МЦ Хету и Винный край Кахетию. Известно, что в этом регионе Станислав Бондаренко посетил Сигнахи, Лагодехский водопад Ненасхеви и Алазанскую долину. О Кахетии российский артист сказал следующее, виде такую красоту и высоту, и особенно просторы, хочется летать. Интересно, что с Грузией Бондаренко связывает многое. Впервые актер появился в стране в марте 2016 года с благотворительной миссией, выступив в поддержку мальчика Михаила Схвитаридзе, который был болен остеопорозом, сложнейшим хроническим и прогрессирующим заболеванием позвоночника. Тогда к российскому актеру обратились грузинские активисты, ведь Бондаренко популярен в Грузии. Осенью 2017 стало известно, что Станислав второй раз стал папой. А Орика подарила ему дочь Алексию. Родители не скрывали свое счастье, щедро делясь совместными снимками и фотографиями новорожденной с подписчиками. Бондаренко также сообщил, что у его детей дни рождения разместились один за другим. Марк часто бывает в новом доме своего отца. По словам Станислава, между братом и сестрой сложились дружеские отношения, в присутствии Марка Алексия светится от счастья и никогда не капризничает. В третий раз стать отцом Бондаренко посчастливилось весной 2019 года, супруга подарила ему еще одну дочь. Теперь мужчина живет в окружении сразу трех женщин и выглядит на фото счастливым мужем и отцом. Сниматься в кино молодой актер начал на третьем курсе. По настоянию агента Станислав пошел на пробы в сериал «Талисман любви» и получил роль лавелласа Павла Уварова. Вместе с ним на съемочной площадке работала Татьяна Арнтгольц. После съемок юный артист признался, что Татьяна очень понравилась ему не только как профессионал своего дела, но и как девушка. После «Талисмана любви» Станислав получил большое количество интересных предложений. Следующей ролью стал персонаж Николая Мартынова, убийца Лермонтова, в фильме «Из пламя и света». Образ смелого, сильного, но немного заносчивого молодого мужчины Бондаренко удался. Подобные герои, как правило, вспыльчивы и часто вступают в конфликт с другими из-за женщин, что, собственно, и произошло с Лермонтовым. Позже вышли картины Капкан, Грек, Капитанские дети и другие. Сериалы и мелодрамы становятся главными в творческой биографии актера. В 2008 Бондаренко исполняет главную роль в сериале «Провинциалка». Актер играет Марка Горина, избалованного сына богатых родителей, который меняется после появления в его жизни девушки из провинции. Эта роль закрепила за Бондаренко статус популярного актера и любимца женской аудитории. Артисту достаются похожие персонажи в российском кинематографе. После «Провинциалки» было еще много ролей. Актер продолжает сниматься в кино, в год с его участием выходят по трем-четырем картины. Особо зрители запомнили сериал «Золотая клетка», в котором он играл с актрисой Ириной Антоненко. Позднее фильмография актера расширилась за счет сериалов «Люба», «Любовь», «Поцелуй судьбы», «Нелюбимый» и других. Несмотря на то, что все фильмы были представлены в жанре мелодрамы, артист старался не повторяться в характере образов. Он появлялся в амплуа как положительных, так и отрицательных героев. О театре Бондаренко тоже старается не забывать. С 2006 года он выступает на сцене театра имени Масовета, куда его пригласили сразу после окончания института. На театральной площадке артист появлялся в спектаклях «Обрученная» сыновья его любовницы «Я бабушка» или Каиларион. В постановке по Александру Островскому «Не все коту масленицу» он сыграл Ипполита. Большинство главных ролей, которые достались актеру, это амплуа героя-любовника. Подобные предложения поступают от режиссеров кинофильмов, а также театральных метров. Это и объясняет повышенное внимание женской аудитории к персоне артиста. Подобное положение дел не тяготит мужчину, который выглядит истинным обладателем женских сердец, ведь его персонажей любовь преображает до неузнаваемости. Зрители считают, что из-за внешности актеру достаются роли, связанные с мелодрамами. Тем не менее многие полагают, что это только плюс для российского артиста, который способен в будущем реализовать себя и в других направлениях. В 2012 и 2013 годах появились фильмы «Золушка. Невеста и сводная сестра» с участием артиста, а в 2014 вышла картина «Верни мою любовь». В последней ленте в главной роли появилась актриса Олеся Потахова, сыгравшая наивную велончелистку Веру Нагорную, которая оказалась в запутанном треугольнике. Отметили кинокритики и роль, доставшуюся Станиславу Бондаренко. Позднее поклонники актера сделали музыкальный клип с отрывками из этой ленты. Затем артиста пригласили сниматься в кинофильм «Во имя любви», где ему снова досталась главная роль. В ленте рассказывается история, близкая многим женщинам. Главная героиня Настя, казалась, счастлива в отношениях со своим мужчиной, но вскоре его уводит лучшая подруга девушки. Подавшись женским чаром, Андрей, Станислав Бондаренко, женится на ней и только спустя некоторое время начинает понимать, что упустил настоящее золото, а под маской новой жены скрывается монстр. В 2016 году с участием актера вышли картины «Холостяк», «Беглец», «Три королевы», «Провокатор», а также сериал «Мамочки». В этом же году Бондаренко появился в главной роли в пластической драме «Каллигула» по мотивам пьесы Альбера Камю, премьера которой состоялась на сцене Московского губернского театра. Бондаренко блестяще смотрится в роли римского тирана, ведь при росте 190 сантиметров и весе 90 килограммов он обладает рельефной спортивной фигурой. Его партнершами по спектаклю выступили Равшана Куркова и Екатерина Шпица. Помимо стационарного театра, Бондаренко участвует и в антрепризных постановках «Охота на мужчин», «Колесо фортуны», где вместе с ним играют Иван Житков, Анна Михайловская и другие. Летом того же года Бондаренко стал участником грузинской программы «Танцы со звездами». Его партнершей была президент Федерации спортивных танцев Ники Кишилава. В финале пара исполнила горячий танец «Пасадобль». Члены жюри выставили им наивысшие баллы, в результате чего российский актер и профессиональная танцовщица заняли заветное первое место. В качестве приза Бондаренко досталась квартира в Тбилиси. А перед этим артиста пригласили в юмористическую грузинскую передачу, прототип российского вечернего урганта. Ведущий угостил Станислава традиционным национальным блюдом и проверил его на знание других традиций своей страны, обыгрывая все с юмором. В 2018 году репертуар Бондаренко пополнился тремя работами в ярких проектах. Это детективы, снятые по мотивам произведений Анны и Сергея Литвиновых. В фильме «Ныряльщица за жемчугом» Станислав сыграл в паре с Екатериной Капановой, героиней которой занимается собственным расследованием странного убийства молодой девушки. Другими частями серии стали фильмы «10 стрел для одной» и «Смертельный тренинг». В 2019 году на экраны вышла ретромелодрама «Большое небо», в которой Бондаренко досталась роль блестящего пилота Черткова, обаятельного бабника и балагура. Еще одна мелодрама пополнила фильмографию артиста в середине 2019 года. В «Заложниках» Бондаренко досталась главная роль, других основных персонажей сыграли Евгения Осипова и Константин Соловьев. Картина повествует о женщине, которая отмечает день рождения в кругу самых близких людей. Счастье рядом с ней любимый жених Дмитрий, мама и дочка, от мужчины она получает предложение руки и сердца. Этот день должен стать лучшим в ее жизни. Тогда никто и не предполагал, что скоро этот праздник обернется для всех настоящим кошмаром. В начале того же года Бондаренко посетил студию передачи «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. В эфире разговаривали не только о становлении Станислава как актера. Большую часть времени посвятили обсуждению романов артиста, которых в его жизни было немало. Актер и сейчас продолжает сниматься, регулярно пополняя фильмографию новыми проектами. В середине марта 2020 года на канале ТВЦ состоялась премьера сериала «Одноклассники смерти». Это экранизация романа Анны и Сергея Литвиновых, которая была воплощена режиссером Филиппом Коршуновым. Станиславу досталась роль Дмитрия Полуянова, талантливого журналиста, который взял в жены скромную Надю. Он, конечно, знал, что его невеста непредсказуема, но и предположить не мог о том, какие тайны раскроются накануне свадьбы. Интересные факты об актере. Нередко в сеть попадают записи, на которых Стас поет. Акомпанируя себе на гитаре, он записывает треки других артистов. Мужчина не является профессиональным певцом, но отказать себе в исполнении душевной песни не может. Этот вид творчества он рассматривает скорее как хобби. В интервью актер рассказывал, что для него стало большим счастьем, когда Станислав с мамой в 11 лет переехал в Москву, а вскоре его отец поселился в российской столице. Но при этом Бондаренко признается, что его воспитанием больше все равно занимался очим. После съемок в сериале «Непридуманная жизнь» Бондаренко стали приписывать роман с коллегой по съемочной площадке Кариной Андаленко. Поклонники ждали, когда мужчина сделает своей избраннице предложение, но так и не дождались. Отношения пары закончились разрывом. Алексей Демидов, Сергей Ющенко, молодой пилот, который попал в отряд к Чердкову. По натуре Сергей, противоположность Виктора. Он интеллигентный, добрый и заботливый парень и не одобряет разгильдяйского поведения друга. Сам во всем старается следовать букве закона. Алексей Демидов, российский актер театра и кино, радиоведущий. Трудолюбие, талант и уверенность в своих силах помогли обычному парню из Нижнего Новгорода занять собственную нишу в российском кинематографе и стать востребованным артистом. Алексей Вячеславович Демидов родился в Нижнем Новгороде и в школьные годы хотел стать моряком. Мать растила сына одна. Женщина была творческим человеком, хорошо рисовала, танцевала, приобщала ребенка к театру. Чтобы выжить в 90-е, ей пришлось открыть точку на рынке. Отца артист практически не помнит, родители разошлись, когда он был маленьким. Мужчина изредка навещал сына, а когда мальчику исполнилось 11 лет, погиб из-за криминальных разборок. Учеба давалась Леше легко, и он мог бы выбрать любую специальность. Получив аттестат зрелости, по совету маминой подруги, преподавательницы сценического искусства, парень направился в Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева. Таланты абитуриента оценили, но на учебу не приняли из-за картавости и низкого роста – 164 см. Это больно ударило по самолюбию молодого человека. Целый год он занимался слогопедом, посещал бассейн, прыгал на батуте, висел на турнике и вырос на 12 см. Подготовившись, Демидов успешно прошел все испытания и стал студентом. В 2007 году в качестве дипломной работы Алексей сыграл роль Фигаро в комедии «Женитьба Фигаро» на фестивале «Твой шанс», а после окончания училища работал как ведущий свадеб и корпоративных праздников. Демидов решил усовершенствовать свой актерский талант и учиться дальше. Он провалился на экзаменах в «Московскую щуку», но поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Актер попал на курс к Сергею Черкасскому, но уже после первого семестра решил забрать документы из вуза. Алексей понял, что мастерство у него в руках и пора идти дальше. Артист отправился покорять Москву. Чтобы заработать на жизнь, он пел в переходах, аккомпанируя себе на гитаре, снимался в рекламе. Первую работу в кино Демидов получил случайно, пошел на кастинг вместе с другом и был зачислен состав 171-серийной мелодрамы «Рыжая». Забавно, что на кастингах Алексей пробовался на две другие роли в этом проекте. Но режиссеры предпочли ему других актеров, а затем без всяких проб предложили сыграть мягкого, искреннего и доброго Гошу, обладающего обостренным чувством справедливости. В 2008 году Демидов устроился в труппу Театра Содружества актеров Таганки, где прослужил несколько лет. Также артист реализовал себя в ином амплуа, на радиостанции «Русская служба новостей» и он стал ведущим воскресной программы «Рюмка молока». Правда, за год работы ему так и не заплатили. В творческой биографии актера множество персонажей в сериалах «Маруси», «Час Волкова», «Дневник доктора Зайцевой», «Холодное блюдо» и другие. Алексей часто получал роли полицейских и военных, этому помогала внешность с правильными чертами и параметры. Рост 176 см и вес 92 кг. Нельзя обойти стороной криминальную драму «Чужой» среди своих 2013 года. Несмотря на похожее название, этот фильм не является ремейком советской картины в полном смысле этого слова. Здесь Алексей реализовал талант драматического актера, сыграв Сергея Нечаева, взявшего на себя вину другого человека. Работа на съемочной площадке иногда преподносит Демидову сюрпризы. В сериале «Истребители». Последний бой, 2015, актеру уже в первый день съемок пришлось сесть за штурвал небольшого самолета, что он делал впервые в жизни. В 2016-м фильмография артиста пополнилась мелодрамой «Завтрак в постель», комедии 80-й, исторической сагой о князе Владимире Викинг, основанной на летописи «Повесть временных лет». В военной драме «Последний рубеж» о подвиге героев панфиловцев Демидов воплотил реальную историческую личность, политрука Клочкова, который произнес легендарную фразу «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». В основу сюжета легла история о подвиге 28 новобранцев, уничтоживших 18 вражеских танков. Согласно расследованию главной военной прокуратуры СССР, получившему гриф «Совершенно секретно», в бою принимал участие весь полк. Но придуманный военным корреспондентом миф не стали опровергать и использовали для пропаганды. В 2017 году Демидов сыграл Алексея Сокольского, члена Академии наук и эксперта по драгоценным камням, в криминальной драме «Тарксин». Коллегами артиста по съемочной площадке в этом проекте стали Александра Бортич, Екатерина Климова и Григорий Антипенко. Лента была номинирована на две премии «Золотой орел». Одной из заметных премьер 2019 года стал показ криминального фильма «Сучья война», где Демидов исполнил главную роль. В картине речь идет о противостоянии между заключенными, которое длилось на протяжении 10 лет после войны. Артист поделился с репортерами, что ему нелегко было воспроизвести характер человека того времени, да еще и с непростой судьбой. И информацию он собирал по крупицам, общаясь с людьми, побывавшими в местах лишения свободы, изучая свидетельства и документальные фильмы. Самыми сложными оказались сцены в тюрьме, актер отказался от дублера и во всех постановочных драках участвовал сам. Коллегами по съемочной площадке комедийной мелодрамы «Крымский мост» сделано с любовью. 2018 для Демидова стали Катерина Шпица, Юрий Стоянов, Артем Ткаченко. Съемки проводились без декораций, в условиях реального строительства, так что в качестве массовки задействованы настоящие инженеры, монтажники и сварщики. В 2020-м в детективе женская версия артист появился в пяти и седьмом сезонах под названием «Такси. Зеленый огонек», «Ловцы. Душ» и «Комсомольский роман». Демидов пополнил собой актерский состав четвертого сезона сериала «Гранд», воплотив образ фермера из деревни Днище. Он становится претендентом на сердце управляющей роскошного эко-отеля Ксении. Благодаря воду этого персонажа в сериале появилась новая локация – ферма с животными. Алексей рано сыграл свадьбу. Его жену зовут Елена, она не имеет никакого отношения ни к театральной сцене, ни к кинематографу, ни к миру шоу-бизнеса. Но познакомились они на съемках, девушка два месяца подменяла ассистента режиссера по кастингу в сериале «Рыжие». В семье воспитывается двое детей – Анастасия и Есения. Старшая дочь Софии скончалась, о причине смерти девочки супруги не распространяются. О новостях в творческой и личной жизни Алексея можно узнать на персональной странице артиста в Инстаграме. Демидов выкладывает фото со съемок и из семейного архива. В интервью журналистам и в общении с поклонниками Демидов ограничивается информацией о том, что Елена всячески поддерживает все начинания супруга и терпимо относится к тому, что мужу из-за специфики работы часто приходится отсутствовать дома. В интервью артист признался, что на съемке в теплые края берет семью с собой. Если к алкоголю Алексей относится спокойно, то курить бросить не может, правда, теперь перешел на электронные сигареты. Сейчас Алексей продолжает развивать актерскую карьеру. В 2021 году он появился в 9-11 сезонах сериала «Женская версия. Чистильщик. Мошеловка. Знак совы». В проекте Демидов не только воплотил образ майора Романовского, но и спел вместе с исполнительницей Лары в молодости Софьей Ордовой песни «С любимыми не расставайтесь». В театральный репертуар артиста вошла комедия «Счастье у каждого свое». Демидов работал над озвучкой анимационного фильма «Суворов». Светлана Смирнова-Марцинкевич, Саша, в творческой биографии Светланы Смирновой-Марцинкевич были периоды, когда приходилось подрабатывать детским аниматором, фотографом, изображать на съемочной площадке труп. Долгий путь к признанию подарил актрисе не только опыт, но и бесценный багаж, ресурсы для детального воплощения в кадре интересных и характерных персонажей. Двойная фамилия у Светланы не от честолюбия, а чтобы выделяться на фоне тезок и запомниться режиссером. Актрису и ее старшую сестру Олесю с детства окружал театр. Бабушка и дедушка были белорусскими артистами. Отец Сергей Смирнов руководил драмтеатром в Бугульме, работал в Казанском тюзе. Мама Ирина Марцинкевич преподавала в театральном училище, создала частный театр-автограф. Света готовилась стать дизайнером, но завалила экзамен в художественную школу, а после 10 класса мимоходом поступила на курс режиссера Григория Детятковского в Петербургскую академию театрального искусства. Только по окончании прослушиваний комиссия определила, что у абитуриентки поддельный аттестат, мама, не желавшая упускать счастливый шанс, купила документ в подземном переходе. Через год Светлана приехала с законным аттестатом. Завершив учебу у Семена Спивака, она пришла в труппу молодежного театра на Фонтанке. Окончательный выбор между сценой и съемочной площадкой девушка сделала после участия в короткометражке Алексея Янковского «Благовещение». В серьезном кино Смирнова Марцинкевич дебютировала на третьем курсе в телесериале «Всегда говори всегда». После него снималась в эпизодах популярных сериалов. Первую главную роль секретаря сыскного агентства, актриса получила в детективе еще не вечер. Специального приза испанского ювелирного дома Каррера Уай Каррера Светлана была удостоена за игру в драме «В субботу», рассказывающей о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции. Режиссеру Александру Мендадзе по своему отношению к работе, пониманию сути образа она напомнила Елену Майорову. На берлинском фестивале, где девушка представляла картину, и заметил Александр Кот и пригласил в мистическую комедию «Обратная сторона луны» с Павлом Деревянко. Ирина Марцинкевич, мама Светланы, сыграла в фильме вместе с ней, воплотив на экране героиню дочери, только в старшем возрасте. Светлане пришлось жить в самолетах и поездах между Киевом и Минском, потому что параллельно поступило предложение сняться вместе с супругом в мелодраме «Дорога в пустоту». Снова поработать с Котом актрисе выпал шанс в ленте «Третья мировая» о любви на фоне карибского кризиса. В этом проекте она участвовала, уже будучи глубоко беременной. Через пару месяцев после рождения сына Света поехала на съемки мелодрамы «С чистого листа», в которой исполнила главную роль. Сериал «Обратная сторона луны» так полюбился зрителям, что создатели взялись за продолжение, где Смирнова Марцинкевич решила поэкспериментировать с прической. Окраска вышла неудачной, и чтобы выйти из положения, стилисты превратили актрису в блондинку. Этот образ сыграл Светлане на руку. Наталья Петрова пригласила ее в ленту «Джеффорон» на роль женщины-альбиноса, для чего пришлось осветлить еще брови и ресницы. Перерыв от старта проекта до его выхода занял несколько лет. В картине жених партнером актрисы по площадке стал Сергей Светлаков. В интервью Светлана призналась, что съемки ленты были лучшими в ее жизни. Сначала она не понимала, как можно постоянно шутить, а потом осознала, что некоторые так живут, непрерывно смеясь. На съемках картины «Месть» о неслучайном любовном треугольнике актриса впервые села верхом на лошадь и потом вспоминала, что слова «ноги колесом» имеют под собой реальную основу. Весной 2019 в фильмографии актрисы появился сериал «В отражении тебя», где Светлана сыграла две роли сестер-близнецов. Правда, дублер на площадке у исполнительницы все же был. Но когда героини вели в кадре диалог, Смирновой Марцинкевич приходилось представлять себе воображаемого партнера. Прочитав сценарий военной ленты «Крик тишины», Светлана поначалу хотела отказаться от работы. Ее приводило в ужас перспектива играть женщину, бросившую ребенка в блокадном Ленинграде. На показ фильма пришла вся семья, рыдали, по словам актрисы, даже ее отец и муж. Главная роль досталась артистке в мелодраме «Чистая психология». Мини-сериал вошел в шорт-лист национальной кинематографической премии «Апките», с Русланом Нановой Светлана познакомилась в театральной академии. Будущий муж изначально не обратил особого внимания на девушку. И это ей пришлось добиваться его расположения. Актриса жила в общежитии, куда молодых людей не пускали. Тогда Света переехала к любимому в Колпино. Руслан в ВУЗе не доучился. Как рассказывала Смирнова Марцинкевич, они гораздо больше времени уделяли личной жизни, нежели учебе, и преподаватели их разлучили. Мама Светланы забрала потенциального зятя на свой курс режиссуры в Казань. Потом парня призвали в армию. В итоге только через 7 лет молодые люди поженились. Официальную церемонию провели в Санкт-Петербурге, а праздновать свадьбу влюбленные вместе с родителями и близкими друзьями отправились в Таиланд, в то самое место, где снимали знаменитый пляж с Леонардо Ди Каприо. Весной 2013 года у супругов родился сын Георгий. Исполнительница призналась, что не желает на этом останавливаться. «Хочу много детей, ничего важнее и лучше не может быть в жизни. Но мне не нравятся разговоры по поводу того, что ради них обязательно нужно чем-то жертвовать. Считаю, что все возможно совместить. Главное, чтобы в голове и в душе все было хорошо». Актрисе не пришлось долго восстанавливать форму. При росте в 170 сантиметрах она весит 52 килограмма. Спортом специально Смирнова Марцинкевич не занималась, однако раньше практиковала йогу. А теперь говорит, что ей хватает и нагрузок на съемочной площадке. Вновь обретенная стройность дала молодой маме возможность не стесняться своего тела в купальнике и даже сняться в откровенной фотосессии. Артистка с семьей живет в Санкт-Петербурге и с коммуналки переехала в собственную квартиру. Ее родители перебрались из Казани в пригород, где построили дом. Фото близких Светлана периодически публикуют на странице Инстаграма. Поклонники подмечают сходство молодой женщины с коллегой Анной Снаткиной, но еще большее с сестрой. Олеся тоже актриса, преимущественно играет в театре, засветилась в Матильде, Мажоре и Тайнах следствия. Сейчас Светлана отдается кино с таким же упоением, как в Юности, и старается с не меньшим азартом и драйвом относиться к повседневной жизни. Весной 2021 года стартовала криминальная драма о противостоянии добра и зла сержант, где Смирновой Марцинкевич досталась роль Юлии, а главные партии разделили Владимир Епифанцев и Михаил Пореченков. Знаковой премьерой июня стала мелодрама «Большое небо». Светлана воплотила на экране образ обаятельного библиотекаря Саши, жены летчика Виктора Чердкова, сыгранного Станиславом Бондаренко. Режиссер Влад Николаев рассказал в интервью, что картина, которая переносит зрителей в 70-е годы, прежде всего о любви. Постановщик хотел передать в проекте атмосферу культа чувств и верности, характерного для СССР тех времен. Декорациями к ленте послужили старые дворики в Измайлове, горный институт в Люберцах и летные полосы города Киржача. Светлана и ее сестра Олеся очень похожи внешне. Девушки решили на этом сыграть, создав в ТикТоке забавный канал под названием The Sisters, для которого актрисы снимают забавные короткие ролики, иногда к ним присоединяется мама. В детстве артистка мечтала стать археологом, архитектором и полететь в космос. Светлана Сергеевна Смирнова-Марцинкевич, человек творческий. Она пишет картины, пытается реализоваться и как музыкант, сочиняет песни, поет и аккомпанирует себе на гитаре и укулеле. Мария Свирид, Ксения, сестра Сергея, студентка медицинского института, которая учится на отлично. Рустам Сагдулаев, Ким, Рустам Сагдулаев, узбекский актер и режиссер. Влюбленный и нежный Ромео из киношедевра Леонида Быкова о войне в бой идут одни старики. В него были влюблены едва ли не все зрительницы огромной страны. Актер навсегда стал близким и родным человеком в каждом советском доме. Таким этого узбекского артиста запомнили и полюбили. Рустам Абдулаевич Сагдулаев родился 25 июля 1950 года в Ташкенте в гармоничной семье, где дети росли в атмосфере родительской любви и доброты. Глава семьи работал партийным чиновником, но при этом совсем не строгим к сыну и дочери. Обязанность держать детей в узде скорее принадлежала маме, хранительница домашнего очага. Артистизм обнаружился у Рустама в раннем возрасте. Уже в начальных классах мальчик записался в драмкружок местного дворца пионеров. Эталоном актерского мастерства для него стал Георгий Миляр. Юный артист изо всех сил подражал кумиру. На школьных утренниках и новогодних представлениях юный артист изображал Кощей Бессмертного и Бабу-Ягу, пытаясь добиться сходства с Миляром. Наверное, Рустаму Сагдулаеву это удавалось неплохо, потому что в 13-летнем возрасте мальчика выбрали из 300 претендентов на роль в картине Равеля Баттерова «Конатоходцы». В этой картине снимались звезды узбекского кинематографа. Рустам изо всех сил старался соответствовать окружающим актерам и внимательно наблюдал за работой мастеров сцены. После работы на съемочной площадке и выхода «Конатоходцев» на экраны Рустам Сагдулаев уже ни о чем другом не мечтал, мальчик хотел быть только артистом. В 1975 году Сагдулаев окончил Ташкентский театральный институт и оказался принят на работу в киностудию «Узбекфильм». Кинематографическая биография Рустама Сагдулаева, начавшись в 13-летнем возрасте, продолжилась в школьные и студенческие годы. В 16 лет юноша снялся в картине «Белые, белые аисты», а в 18-ти сыграл главную роль в популярной мелодраме «Влюбленные». В этой картине Эльё Раиш Мухамедова, вышедшей на экраны в 1969 году, кроме Сагдулаева играли восходящие звезды советского кинематографа Анастасия Вертинская и Родион Нахапетов. Нахапетов порекомендовал молодого и талантливого узбекского актера Леониду Быкову, подыскивавшему подходящего артиста на роль Ромео. После выхода киношедевра в бой идут одни старики на экраны. В 1973 году Рустам Сагдулаев проснулся знаменитым. Фильм вошел в Книгу рекордов Гиннеса по количеству зрительской аудитории и частоте трансляций. А ведь образ Ромео, ставший визитной карточкой для Сагдулаева, мог достаться кому-то другому. Дело в том, что Рустам на пару с Сергеем Ивановым, сыгравшим Кузнечика, случайно увидел часть отснятого материала. Это случилось, когда Леонид Быков просматривал пленку в зале, думая, что он там один. Рустам Сагдулаев, увидев себя на экране, оказался шокирован. Актер считал, что рядом с Евгением Симоновой выглядит ужасно. Позже в интервью артист поделился, что Женя ему показалась эталоном нежности и красоты, а сам Рустам рядом с актрисой выглядел как бабай. Актер начал умолять Леонида Быкова заменить его другим актерам. Тогда Быков на полном серьезе заявил, что если Сагдулаев будет настаивать рваться домой, то Симонову придется заменить другой актрисой. Только после этого Рустам смирился и продолжил сниматься в картине. Как и у многих других актеров, ставших настоящими звездами после выхода фильма о поющей эскадрилье, в кинокарьере Рустама Сагдулаева больше не было ролей, принесших такую же популярность, как роль Ромео. Но тем не менее, карьера ташкентского актера складывалась успешно. Он много снимался до самых 90-х. Зрители увидели любимого Ромео в картинах повесть о двух солдатах, какие наши годы, жаркое лето в Кабуле и шок. Трудная полоса невостребованности и безденежей наступила в середине 1990-х. Рустам Сагдулаев, привыкший к высоким стандартам актерского мастерства, не мог согласиться на ту низкопробную халтуру, которую ему предлагали. Началась затяжная депрессия. Сагдулаев нашел выход в решении создать свою киностудию, на которой он будет и режиссером, и продюсером, и сценаристом. Планы осуществились в самом конце 90-х. В 2001 году на экраны вышла 10-серийная лента Сагдулаева «Слепые». Этот сериал был снят на студии «Равшанфильм», созданный Рустамом Абдулаевичем. Проект, в котором Сагдулаев выступил режиссером, продюсером, соавтором сценария и актером, он сыграл главную роль, оказался более чем успешным. В новом веке Рустам Сагдулаев снимает и снимается. В отечественном кинематографе он занимает почетное место. Увидеть любимого артиста можно в проектах «Спецназ», где он сыграл полковника Акабирова, в фильмах «Близнецы», «Влюбленные в Афган» и «Тихая застава». В 2004 году на экраны вышло продолжение замечательной мелодрамы «Влюбленные», где Сагдулаев снова сыграл в компании Родиона Нахапетова. Но Анастасию Вертинскую заменила ее старшая сестра Марианна Вертинская. В 2014 году Рустам Абдулаевич снялся в популярном сериале Григория. Это биографическая драма о жизни сибирского крестьянина Григория Распутина, который стал вторым человеком в Российской империи. Сериал снят в жанре ретроспективы и насыщен флешбеками. Рамочный сюжет разворачивается уже после революции и падения империи. Главным действующим лицом становится Государственная комиссия по расследованию убийства Распутина, созданная по прямому приказу Временного правительства. Главная цель следователей – найти связь между загадочной смертью старца в декабре 1916 года и падением самодержавия всего через два месяца после этого. Следователи опрашивают 159 свидетелей, из чьих рассказов и собирают биографию Григория Распутина, старательно откидывая ложь и мистические выдумки. Казалось бы, в таком сюжете не найдется места явному восточному колориту актера. Но вместо этого авторы сериала еще сильнее подчеркнули азиатскую внешность Рустама Сагдулаева. Артист исполнил роль доктора тибетской медицины Петра Александровича Бадмаева. Всеми любимый Ромео обзавелся семьей довольно поздно, особенно если учитывать восточные мерки. Актер женился в 30 лет. С будущей женой Мариной Кузиной актер познакомился, когда снимался в картине Шок. 22-летняя Марина в то время уже была начальницей пошивочного цеха Узбекфильма. Рустам Сагдулаев пришел забрать свой костюм, он поблагодарил работниц цеха, но по незнанию не подарил им традиционную коробку конфет. И когда Марина спросила актера и все что ли, он не растерялся и взглянув на красавицу, ответил, что может подарить ей детей. Видимо Марина согласилась, потому что вскоре в семье Сагдулаевых появилось двое очаровательных детей, сын Равшан и дочь Навруза. Из актера вышел замечательный, очень ласковый отец, который готов для детей снимать с неба звезды. Как когда-то в его семье, строгость по отношению к детям проявляла мама. Личная жизнь Рустама Сагдулаева сложилась замечательно. Друзья и коллеги артиста говорят, что после долгих лет совместной жизни у супругов такие же нежные отношения, как и в начале знакомства. В 2016 году Рустам Сагдулаев сыграл второстепенную роль в мелодраме «Принцесса с севера». Мини-сериал рассказывает о загадочной стране Аджахар, куда ради исследований приезжает студентка, которая в УЗИ изучает культуру этой страны. Премьера картины состоялась в феврале 2016 года в Казахстане, а на российском телевидении мини-сериал появился только в январе 2017 года. В 2017 году Рустам Сагдулаев появился в еще одном новом фильме. Актер исполнил роль Алиева в русско-украинской криминальной драме «Штрафник», посвященной жизни в первый год после войны. Сериал рассказывает о расцвете организованной преступности в послевоенные годы. Главный герой картины, капитан Игнат Белов, Кирилл Сафонов, пытается помешать преступлению, но вместо этого сам становится обвиняемым. Угро готова помочь герою очистить собственное имя и избежать наказания, если тот станет работать под прикрытием и внедриться в банду, а затем ликвидирует эту опасную группировку. В 2018 году актер появится в ретро-мелодраме «Служили два товарища». Какую роль сыграет Рустам Сагдулаев в новой картине, пока не анонсировано. Митя Махонин, Витя, Тамара Семина, Маруся, Тамара Семина, народная артистка РСФСР с 1978 года, получила статус любимицы советских зрителей после ряда сыгранных ролей. Советская публика искренне восхищалась одаренностью исполнительницы, а критики одинаково высоко ценили ее драматический и комедийный талант. Многие фильмы с участием Тамары Петровны сегодня занимают заслуженное место в Золотом фонде советского кино. Тамара родилась в Калужской области, в городке под названием Льгов. Сначала фамилия девочки звучала по-другому – Бахонова. Отец погиб на войне, когда Тамара была маленькой. В 1946 году мама вышла замуж во второй раз. Отчим Петр Васильевич Семин усыновил двоих детей и сумел заменить им родного отца. Тамара Петровна взяла фамилию отчима. Семина окончила восьмилетнюю школу в Калуге, но ей хотелось получить высшее образование. Тамара, чтобы поступить в вуз, отправилась в школу рабочей молодежи, где подобрался творческий педагогический состав. Учителем литературы будущей звезды экрана стал Гулата Акуджава. Тамаре прочили профессию педагога. Девушка поступила в педагогический институт, но вскоре поняла, что единственная профессия, которая привлекает – актерская. Семина забрала документы и отправилась в столицу. Поразительно, но в Москве, которую девушка не знала, троллейбус привез абитуриентку к остановке возле ВГИКа. Тамара Семина сумела поступить с первой попытки. В 1961 году актриса получила диплом. Кинематографическая биография Семиной началась в ранней молодости. Уже на первом курсе начинающая актриса снялась в дипломных лентах молодых режиссеров-выпускников ВГИКа. Ее дебют на экране состоялся в комедии «Человек за бортом». На втором и третьем курсах Тамара Петровна появилась в картине «Два Федора» и драме «Все начинается с дороги». В последнем проекте Семина продемонстрировала, что справляется с амплуа драматической артистки, ведь преподаватели видели ее только героиней комедийного жанра. Окончательно развеять миф о своей комедийности молодая актриса смогла на последнем курсе вуза. Михаил Швейцар доверил студентке сложную драматическую роль Катюши Масловой в экранизации романа «Льва Толстого воскресенья». За эту работу Тамара получила первые награды. Журнал «Советский экран» признал девушку лучшей артисткой Советского Союза 1961 года. А в 1962-м такое же признание Семина получила на международных кинофестивалях в швейцарском Локарно и аргентинском Мар-дель-Плато. Высоко оценили мастерство российской актрисы в драме «Воскресенье» сама Джульетта Мазина и Федерико Феллини. После окончания в ГИКа Семину приняли в труппу театра студии киноактера. Вскоре девушка появилась в целом ряде полнометражных картин, в том числе и в фильмах «Коллеги», «Порожний рейс», «День счастья и время», «Вперед». Последний проект снял Михаил Швейцар, ранее открывший Тамару Семину широкому кругу зрителей в драме «Воскресенье» и снова звездная роль. В ленте «Время, вперед», вышедшей на экраны в 1965 году, молодая актриса опять удивила всех, продемонстрировав новые грани таланта, тонкий юмор и эксцентрику. Наибольший успех среди последующих работ имела драма «Вечный зов», где Семина сыграла Анфису. Эта драматическая роль принесла актрисе новую волну популярности и зрительской любви. Телезрители засыпали Тамару письмами, узнавали на улице. Фото Семина и многие поклонники помещали в семейные альбомы. В 1980-е Тамара Семина снималась гораздо реже, зато актрису часто привлекали к озвучиванию зарубежных фильмов. Голосом советской артистки на экране заговорили героини Ани Жерардо и Дит Пиаф. А фильмография самой актрисы пополняется заслуженной комедийной ролью в мелодраме «Одиноким» предоставляется общежитие. В сериале «Две судьбы», вышедшем на экраны в 2002 году, Тамара Семина исполнила роль тети Дуси, чем вновь подтвердила титул народной любимицы. На студию приходили письма с просьбой оставить персонажа до последних серий. Со временем образы актрисы приобрели черты характерных возрастных героинь, что импонировало самой Семиной. Как утверждает актриса, она умеет получать удовольствие от собственного возраста. После небольшого перерыва, в 2019 году, актриса появилась в лирическом детективе «Призраки за Москворечи», где сыграла вместе с Александрой Богдановой, Еленой Прокловой, Андреем Ургантом, Евгением Миллером. Тамара Петровна нередко становится участницей телепередач. В 2017 году она стала гостей студии «Наедине со всеми», где встретилась для беседы с Юлией Меньшовой. В мае 2018 года Семина пришла на ток-шоу «Пусть говорят» поддержать своего коллегу Армина Джигарханяна в его разбирательствах с экс-супругой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Звезда экрана сделала замечание девушке по поводу ее манеры общения со знаменитым актером, бывшим мужем и окружающими. В ответ на реплику Виталина выбежала из студии. Впоследствии на критику со стороны Тамары Петровны пианистка чуть не ответила ударом. Народную артистку пришлось защищать от разъяренной Цымбалюк-Романовской. Личная жизнь Тамары Семиной сложилась счастливо. Замуж актриса вышла рано, на втором курсе в ГИКа. Супругом стал сокурсник Владимир Прокофьев. Артист намного меньше, чем супруга, знаком зрителям, но ревность и зависть никогда не омрачали жизни этой семьи. Единственной проблемой брака было отсутствие детей, но супруги не унывали, в доме всегда царили тепло и уют. После первого инсульта, который случился у Владимира в начале 90-х, оптимизм и юмор Семиной помогли супругу выкарабкаться из кризиса. Актриса рассказывала в интервью, что тайком проходила в реанимацию к мужу. Видя положительную динамику у Прокофьева, врачи позволили Тамаре посещать больницу в любое время, а затем приглашали артистку и к другим больным. Через 15 лет болезнь взяла свое. После смерти мужа в сентябре 2005 года артистка осталась одна. Больше Тамара Петровна замуж не вышла. Жизнь знаменитости скрашивают друзья, среди которых немало тех, кто не имеет никакого отношения к миру театра и кино. И, конечно же, любимая работа. Тамара Петровна все реже появляется на экранах телевизоров. Виной тому, прежде всего, ухудшившееся здоровье артистки. А в 2021 году она заставила общественность понервничать, родственники Семиной обратились в передачу «Пусть говорят», заявив, что та не отвечает на их звонки. В эфире от 15 июня Тамара Петровна нашла возможность прийти на шоу, чтобы успокоить поклонников. По ее словам, она никуда не пропадала, но стала реже выходить из дома из-за проблем с давлением. Что касается родственников, здесь актриса резко отбросила попытки родной тети и племянников на общение. Семина сообщила телезрителям, что во время болезни супруга осталась один на один в этой страшной ситуации. Никто из ее близких не поддерживал и не помогал. И сейчас она совершенно не желает общаться с родными по крови, но чужими по сути людьми. А появившиеся на передаче близкие не услышали от Тамары Петровны ни одного доброго слова. Александр Домогаров, Коробейников, любимец миллионов Александр Домогаров, по собственному признанию, не стремится нравиться. Если артист в себе уверен и честно делает свое дело, не стоит идти на поводу у публики. Всегда интересно, взлет падения, взлет падения. Меня как человека, занимающегося актерской профессией, волнуют эти качели-карусели. Что у человека в голове, чем он дышит, чем питается, чтобы стать таким. Московские корни и красивую фамилию актер получил от бабушки со стороны отца. Юрий Львович работал директором-распорядителем Москонцерта и Росконциента, заведовал музыкальным театром имени Натальи Исац. Мать Натальи Петровна не была близка к искусству, но стала для сына лучшим другом. Творческая биография Александра была настолько насыщенной, что он не успел провести с мамой последние недели перед икончиной, как и старший брат Андрей. В 1980 году Домогаров окончил две школы – музыкальную и общеобразовательную. Получать образование подался в театральное училище имени Щепкина. Получив диплом, устроился в театр советской армии. До 1992-го талант Домогарова был не востребован, поэтому его участие ограничивалось эпизодическими ролями. Полноценной звездой и секс-символом Александр стал после выхода графини де Монсаро. Новое тысячелетие принесло актеру долгожданную популярность. Он снялся в сериалах «Марш турецкого» и «Бандитский Петербург», «Тайны дворцовых переворотов» и «Марина роща», звезда эпохи Ефурцева. Картина «Огнем и мечом» обеспечила известность за рубежом. В мелодраме «Не отрекаются», Любя Домогаров блеснул вокальным талантом, исполнив с персонажем Ивана Рудакова песню «Небо выбрало нас», впоследствии распространившуюся в сети в сопровождении кадров из фильма. Спустя три года актер вновь сел за штурвал самолета в криминальной ленте «Пилот международных авиалиний». Членом одного с Александром экипажа стал Кирилл Сафонов. У Валерия Тодоровского он снялся в компании «Гранд-дам» российского кино Валентины Теличкиной и Алисы Фрейндлих. После трагического ухода из жизни старшего из детей у Домогарова появилась тяга к уединению, что сказалось на интенсивности пополнения фильмографии. Он избирательно подходит к новым проектам, впрочем, проходных ролей не получает, каждая затрагивает у зрителя глубины души. Народный артист России задействован в продолжении популярного детектива о майоре Черкасове, получившем название «Операция Сатана». В центре сюжета расследования Андреем Смоляковым «Утечки государственной тайны из военного КБ». Биографическая лента «Зорги» подарила Александру главную роль советского разведчика Рихарда Зорги, работающего под журналистским прикрытием в Японии. Роль в драме «Убить Сталина» актер расценил как знак судьбы, дань памяти отцу, прошедшему войну от начала и до конца. По сюжету картины Домогаров с Павлом Трубинером противостоят немецкому шпиону в лице Михаила Пориченкова, готовящему покушение на отца народов. Первой женой Александра стала Наталья Сагаян. Молодые люди были знакомы с детства и вместе проводили время на даче, так как родительские участки находились рядом. В 1985-м появился сын Дмитрий, а через год Домогаров развелся. В 2008-м Диму сбила машина, он умер на операционном столе. Вторая супруга Ирина Гуненкова, костюмерша театра Советской армии, родила актеру сына Александра. Домогаров-младший снялся более чем в десятке кинокартин, но устав терпеть сравнение со знаменитым отцом, окончил высшие режиссерские курсы и встал по другую сторону от камеры. В браке с Натальей Грамушкиной артист прожил 4 года. Причина расставания – чувство к другой коллеге Марине Александровой. Этот союз распался в 2007-м. С бизнесвумен Ларисой Черниковой Домогаров не успел дойти до ЗАГСа. Женщина умерла от тяжелой болезни. Сейчас актер не настолько открыт, как в молодости не афиширует личную жизнь. Иго подозревали в алкоголизме, писали, что он сделал пластическую операцию, испытывает проблемы со слухом, перенес ишемический инсульт. Якобы теперь Домогаров не герой-любовник, а рыцарь печального образа. В ответ мужчина рассказал, что хоть и сопротивляется возрасту, но не всеми доступными способами. В спортзал он не ходит, регулярно заглядывает в клуб по соседству, но только обещает записаться. Александр живет в Подмосковье, в особняке площадью 300 КВМ, по хозяйству помогает супружеская пара. Звезда экрана подчеркивает, что не стремится к отшельничеству, просто любит уединение, когда можно посидеть на берегу с удочкой или поиграть на фортепиано. К тому же в гости периодически наведывается Ирина с сыном. Бывшая жена, как писала пресса, частенько ездит отдыхать в Болгарию, где Домогаров купил дом. В 2020-м артист приоткрыл тайну своей личной жизни. Оказалось, уже более 10 лет он живет в гражданском браке с танцовщицей Татьяной Степановой. Разница в возрасте у пары – 22 года, однако это не мешает гармоничным отношениям. А в конце того же года стало известно, что Домогаров и Степанова оформили отношения официально. Александр не обходит стороной социальной сети, у него есть аккаунты в Фейсбуке, Инстаграме и во Вконтакте. В конце 2019-го поклонники увидели своего любимца в знакомом героическом образе. В исторической драме союз спасения Домогаров перевоплотился в Михаила Милорадовича, губернатора Санкт-Петербурга, погибшего от рук декабристов во время восстания на Сенатской площади. В этом же году все-таки закончились так долго откладывавшиеся съемки четвертой части «Гардемаринов». Александр по-прежнему играет Павла Горина. К основному актерскому составу из первой трилогии добавились Анна Семенович, Дима Билан, Артем Михалков и Татьяна Навка. Режиссер и продюсер надеялись выпустить картину в 2020-м «Жизнь после жизни», комедия с элементами фантастики. В проекте Сергея Гинсбурга артист снялся в роли дамского угодника, не подозревающего, что за его похождениями следит небесный суд. И только от него зависит, останется ли герой вместе с преданной женой после смерти или будет коротать потусторонние дни в одиночестве. Ирина Ефремова, Надя, Ирина Ефремова, Матвеевская, российская актриса театра и кино. В студенческие годы снималась под девичьей фамилией. Поклонники сравнивали красавицу-блондинку с голливудскими дивами Золотого века. Когда появились сообщения о смерти знаменитости, мало кто поверил, что обаятельная, моложавая Ефремова покинула мир по естественным причинам. Но врачи подтвердили, что жизнь звезды оборвалась из-за ослабленного сердца. Ирина Львовна родилась 28 июля 1963 года в Москве. О семье и ранней биографии артистки почти ничего не известно. По некоторым данным, Матвеевские трудились простыми рабочими, к искусству отношения не имели. Родители учили Ефремову не выставлять себя на показ, что впоследствии не слишком благоприятно сказалось на карьере. После окончания школы Ира поступила в театральный институт им. В Б. Щукино на курс к Альберту Григорьевичу Бурову. Учебное заведение Ирина окончила в 1984 году. В кино молодая актриса попала еще студенткой. Но потом вышла замуж, сменила фамилию и на время оказалась в стороне от профессии. В послужном списке Ефремовой числится 26 киноработ. Ирину могли бы снимать и больше, ведь исполнительница обладала необходимыми данными, но была добродушна и спокойно уступала хорошей роли коллегам ради сохранения дружеских отношений. Дебют Ирины в кино состоялся в 1982 году. 19-летняя студентка театрального училища получила небольшой образ участницы ансамбля в комедии Ефима Гальперина «Вот такие чудеса». В титрах картины 80-х годов артистка указана под девичьей фамилией, поэтому в ряде источников фильмография Ефремовой начинается только с 2002 года. Первую главную роль Ирина получила еще во времена СССР. В 1984 году Ефремова играла члена актерского фронтового братства в военной ленте «Особое подразделение». В центре сюжета – молодые исполнители, совсем еще дети, которые в 1941 году оказались на войне. Сюжет основан на реальных событиях. Партнерами по съемочной площадке выступили такие звезды кинематографа, как Юрий Саранцев и Роднер Муратов. В 90-е годы Ирина работала на канале Останкина, в этот период в актерской карьере Ефремовой случилась пауза. Женщина трудилась телеведущей в программе «Времечко». Передача появилась как источник альтернативных новостей и быстро набрала популярность. Сотрудники «Времечко» рассказывали зрителям о жизни обычных советских граждан. В 2002 исполнительница успешно дебютировала в качестве режиссера. Снятый Ефремовой документальный фильм «Батюшка критики» приняли благосклонно. Ирина даже получила награду 12-го фестиваля документального кинематографа «Послание к человеку за лучший дебют». Вернуться на экраны в качестве актрисы Ирине Львовне помог сериал «Две судьбы». Проект оказался резонансным, Ефремову заметили, хотя роль была небольшая. Из-за обилия эпизодов мелодраму прозвали в народе российской Санта-Барбарой. В 2004 году Ирине достался отрицательный персонаж – жестокая заводчица такс Марина Юркова в комедии «Четыре таксиста и собака». Дрессировщику Эдуарду Кротову пришлось не сладко, ведь эта порода не очень любит ходить по струнке. После долгих поисков подходящих кандидатур и занятий Кротов отобрал шесть такс на роль Фигаро. Перед каждой собакой стояла своя задача. Так, отважный горошек участвовал в каскадерских сценах, красавица Жасмин снималась крупным планом, а суровый Рюрик рычал в кадре. В 2006 году Ефремова появилась в биографической мелодраме «Андерсон. Жизнь без любви». Режиссер Ильдар Рязанов признался, что, хотя проект основан на подлинных мемуарах Ханса Христиана Андерсона, в сюжете нашлось место выдумки. Лента отмечена рядом премий, в том числе за музыкальное сопровождение и работу художника по костюмам. Многие фанаты помнят Ирину по главной роли в мини-сериале «Короткое дыхание». Большинству приглянулись искренние чувства персонажей. Но нашлись и критики, которых возмутили образы героев, жрицы любви по имени Надежды и солдата с искалеченной психикой Илья Носков. Занятость Ефремовой в кино не мешала участвовать в антрепризах на сцене Русского психологического театра в Москве. Исполнительница довелось воплотить заветный для многих актрис образ Джульетты в трагедии Уильяма Шекспира. В прессе нередко появляется информация о том, что последней работой Ирины оказалась роль в эпизоде сериала «Экстренный вызов», который назывался «Доктор смерть». Из-за скоропостижной кончины артистки киноленту назвали пророческой. Хотя фильм вышел в 2007-м, а творческую карьеру Ефремова завершила в 2010-м, снявшись еще в пяти проектах. Ирина не любила распространяться о личной жизни. Известно, что в 1993 году, когда пришла на телеканал Останкина, Ефремова находилась в процессе расставания с первым мужем, от которого досталась звучная в актерских кругах фамилия. Семья не сложилась, но знаменитость не вдавалась в детали даже в компании близких друзей. Вторым супругом Ефремовой стал бизнесмен Борис Фрэнкель. С новым возлюбленным артистку познакомил коллега Лев Новоженов. Борис оказался старше Ирины, пара прожила вместе много лет, но детей так и не появилось. Ольга Балашова, Галина, палитра артистического дарования Ольги Балашовой такова, что сегодня женщина может петь партию няни в опере Петра Чиковского Евгений Онегин, завтра исполнять композицию «Вот солдаты идут» на телеканале «Звезда», а послезавтра создавать образ развязной провинциалки в фильме или сериале. До недавнего времени в фильмографии актрисы практически не было главных ролей. Но сериал «Андреевский флаг», показ которого стартовал в разгар лета 2020 года, эту ситуацию исправляет. Многогранная актриса появилась на свет в предпоследний мартовский день 1975 года в городе Андижане Узбекской ССР. Сейчас население жемчужины Узбекистана в двух раза больше, чем в год рождения Ольги. О ранней биографии Балашовой почти ничего не известно. После школы девушка окончила Ташкентское музыкальное училище имени Хамзы Хакимзади Низи. В 2010 году учреждение расформировали и включили в состав музыкального академического лицея имени Владислава Успенского. Ольга очень любит учиться. В активе актрисы – корочки факультета культурологии Московского экстерного гуманитарного университета и факультета музыкального театра Российской академии театрального искусства, бывшего ГИТИСа. К 34 годам Балашова пополнила копилку дипломов, пройдя обучение в творческой школе Елены Образцовой. Личную жизнь актриса старается не афишировать. Известно только, что у Балашовой есть дочь Даша, фото с которой она делится в социальных сетях. Любопытно, что продюсером большинства лент с участием Ольги выступает Марианна Балашова. Неизвестно, связаны ли творческие дамы семейными узами, но, как видно из фото, обе любят красить шевелюру в оттенке рыжего цвета. С 23 лет Ольга служила в Московском детском музыкальном театре имени Натальи Исас. Среди ролей, исполненных Балашовой на этих подмостках, черепаха тортила в золотом ключике и ворона в снежной королеве, колдуньи в русалочке и землеройка в спектакле «Дюймовочка» или «Чудесный полет». Вокальные данные солистки пригодились на Южном Урале. В Челябинском театре оперы и балета Ольга исполнила партию, озученной в опере Джузеппе Верди Трубадур. В няню Татьяны Лариной оперная певица перевоплощалась на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. С 2017 года Ольга работает в Театре наций. В постановке «Грозогроза» по пьесе Александра Островского, входящей в программу средней школы, Балашова играет певицу, вокальные номера которые помогают зрителям проникнуться переживаниями героев. Сдвоенное название спектакля режиссер Евгений Марчелли объясняет тем, что роли мужа Тихона и любовника Бориса Катерины Кабановой исполняет один и тот же актер Павел Чинарев. Образ главной героини, задающий сакраментальный вопрос, а чего люди не летают, как птицы, создает Юлия Пересильд. В кино Ольга дебютировала в 2002 году. Первой лентой начинающей актрисы стала комедийная мелодрама Марианны Балашовой железнодорожный романс. Хотя в фильме блистали такие метры комедийного жанра, как Леонид Куравлев и Нина Гребешкова, уроженка Андижана, игравшая судью, не потерялась на их фоне. Не остались незамеченными зрителями образы, созданные Балашовой в сериалах «Глаза» Ольги Корж, «Большое небо» и «Савва Морозов». Годы, прожитые на Востоке, помогли Ольге перевоплотиться в любовь у Разбаеву в многосерийной комедии «Мины в Фарватере» и в Назиру в картине «Принцесса с севера». В сериале «Андреевский флаг», первые две серии которого зрители Первого канала увидели 13 июля 2020 года, Балашова играет сноху главного героя Ирину Чернобаевскую. Образ ее свекра, списанного на берег вице-адмирала Григория Сергеевича, создал Анатолий Васильев, известный зрителям по фильму «Катастрофе» Александра Мит и «Экипаж». В роли мужа героини Балашовой предстал Дмитрий Миллер, а сына – Семен Шемис. Призвание мужчин семьи Чернобаевских – защищать родину. Но в реалиях сухопутной мирной жизни бравые моряки ориентируются, к сожалению, хуже, чем в морских баталиях. Анатолий Катенев – министр. Сейчас Анатолия Катенева называют самым знаменитым белорусским актером в российском кинематографе. Он вице-президент Белорусской гильдии актеров и заслуженный артист Республики Беларусь. В России наград у артиста нет, но он и без этого пользуется народной любовью и признанием. Анатолий Владимирович родился в Абхазии в сентябре 1958-го в семье воспитательницы детского сада и машиниста. Через год Катеневы покинули Сухуми и обосновались в Ставропольском крае, в невинном иске. В раннем возрасте артист мечтал стать моряком, позже фантазии о водных просторах сменились желанием покорять небесную стихию. А в седьмом классе Толя вдруг увлекся сценой. При местном дворце культуры работал театр миниатюры, куда зачистил юноша. Вскоре ему начали доверять небольшие роли в спектаклях. После окончания школы Катенев по настоянию отца решил получить серьезную мужскую профессию. Выучился на токаре Расточника, трудился на заводе. Однако тяга к искусству не пропала. Анатолий с первой попытки поступил в театральное училище в Свердловске. После одного курса его призвали в армию. Отслужив на Урале, он отправился реализовывать чистолюбивые планы по покорению столицы. Москва ответила взаимностью амбициозному парню не сразу. В ГИК и Щукинская устояли под напором Катенева. Однако он пробился в школу-студию МХАТ, на курс Михаила Тарханова, учился вместе с Игорем Верником и Сергеем Гармашем. Отсутствие прописки не позволило молодому человеку устроиться в Московском театре, поэтому Анатолий уехал в Минск по приглашению театра студии киноактера. Кинокарьера Катенева началась еще в студенчестве. На последнем курсе актер дебютировал в фильме «Неизвестный солдат». Затем ему доверили главную роль в картине «Матрос-железняк». Эта лента о герое гражданской войны вышла в 1985 году и получила высокие рейтинги. Узнаваемость, а точнее всесоюзную славу принесла приключенческая лента «Секретный фарватер», в которой Анатолий сыграл морского командира, Бориса Шубина, разыскивающего немецкую подводную лодку. Роль специалиста-метеоролога Виктории Мюзенцеевой досталась Ларисе Гузеевой. Вскоре за Катеневым закрепилось вполне определенное амплуа. В героических образах он представал в отряде специального назначения, Стамбульском транзите, Четвертой планете. Разнообразие в эту галерею внесли проекты «Дежавю», «Откровения» и «Анна Первопечатника», «Гол в спаские ворота». В первой картине Анатолий появился в роли Владимира Маяковского, во второй сыграл священника, а в последней – футболиста. Девяностые оказались для артиста тяжелыми годами. Работу не предлагали ни белорусские, ни российские киностудии. Из фильмографии того периода достойны внимания сериалы «Любить по-русски», «Каменская картина дезертир». Зарабатывал Катенев тем, что продавал собственноручно изготовленные ювелирные украшения. О заоблачной прибыли речи не шло, но на хлеб жене и детям хватало. В 2001 году вышла драма совместного производства России, Германии и Беларуси «Побег из ГУЛАГа», в которой Катенев сыграл старшего лейтенанта. В образе Клеменса Фореля, сбежавшего заключенного, предстал Бернхард Беттерман. Снимая с Евгением Сидихиным в боевике «Между жизнью и смертью», мужчина расценил название ленты как сигнал к действию. Анатолий, оставив семью, перебрался в российскую столицу. В Москве на первых порах помогали друзья, коллега Александр Пашковский и продюсер Федор Крафт. Через месяц белорусский актер засветился в мелодраме «Московские окна», его имя появилось в титрах фильмов «Благословите женщину» со Светланой Хаченковой. В 2005-м Анатолий появился в приключенческой мелодраме «Лига обманутых жен». Ему досталась главная роль генерала. В актерский состав вошли Александр Кульков, Людмила Артемьева, Ольга Прокофьева и другие звезды. Далее фильмографию актера пополнили прорыв с Александром Клюквиным «Кот апокалипсиса» с Анастасией Заворотнюк. 07-й меняет курс с Анной Тараторкиной. С тех пор Катенев жил в самолетах и поездах, поскольку домом осталась Беларусь, а местом работы – Россия. Сериалы – это, конечно, не то, о чем мечталось, но такова конъюнктура. Анатолий Владимирович весьма востребован у создателей картин этого типа. Высокий, рост 185 см, с социально-бытовой внешностью, умеющий быть одновременно обаятельным и суровым, актер воплотил на экране десятки образов. Главную роль предложили звезде в драме по одноименной пьесе Анатолия Крыма «Жажда экстрима» о компании, организующей развлечения для богатых клиентов. Персонаж Катенева, мэр городка Гаранин, первый стал участником нового проекта. Партнерами по площадке стали Неанила Белецкая, Андрей Чернышев и Наталья Доля. Его герои по большей части положительные. Генерал и олигарх, владелец клиники и издательства, мэр и начальник Буровой. Ундина и Колдовская любовь, институт благородных девиц, час Волкова, три, обреченная стать звездой, этот список можно продолжать бесконечно. В 2010 году в военном фильме «Покушение Анатолий» появился вместе с Дмитрием Певцеовым и Данилой Козловским. Ему достался персонаж Ото Скорцени, оберштурмбанфюрера СС, диверсанта по особым поручениям. В «Берегах моей мечты» он перевоплотился в контр-адмирала Крылова, а в «Женском докторе» – два, в «Генерала». В том же 2013 году актеру досталась главная роль золотодобычика в мелодраме «Нахалка». В 2015 году актер изобразил Леонида Ильича Брежнева в киноленте «Главный», посвященной развитию советской космонавтики и биографии Сергея Королева. Еще одну историческую личность, Николая Команина, Катенев сыграл в драме «Время первых», рассказывающей о выходе Алексея Леонова в открытый космос. Сам первопроходец выступил консультантом картины. Ведущие роли в фильме исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. В 2017 вышла шпионская драма о жизни и работе советского разведчика Зорге. Картина совместного производства России, Китая и Украины появилась на экранах в апреле. Главного героя сыграл Александр Домогаров, Катенев выступил в роли Берзина, организатора разведки. В том же году Анатолий стал террористом Южановым в боевике «Шуберт». В 2018 году состоялась премьера мини-сериала «Я подарю тебе рассвет» с Аленой Хмельницкой в роли мачехи главной героини, Карины. Сам Анатолий Владимирович перевоплотился в Зорина, отца девушки. Актер регулярно радует поклонников новостями из творческой жизни. У него сквозная роль в детективной драме «Женская версия», где на первом плане блистает дочь Анны Ордовой Софии. В 2019-м Катенев снялся в продолжении сериала «Куба» в компании Алексея Макарова и Александра Лыкова. Украинские кинематографисты пригласили его в мелодрамы «С меня хватит, чужая и возвращение». В сериале «Большое небо» артист воплотил образ министра авиации. Военная выправка Катенева привлекла создателей сериала «Андреевский флаг» о буднях подразделения Балтийского флота. Помощь съемочной группе оказало Российское министерство обороны, благодаря чему в проект вошли кадры реальных морских учений. В 2020 году вышла экранизация рассказов Александра Цепкина «Беспринципные», где Катенев исполнил роль Геннадия Валентиновича. В декабре на канале ТВЦ вышел мини-сериал «Чистосердечное призвание». Анатолий Владимирович сыграл генерала Краснова, а в главных ролях появились Дарья Лузина и Павел Крайнов. В молодости у Катенева был роман с сокурсницей Инной Юсович. По словам окружения, влюбленные расстались потому, что у каждого обнаружился сильный характер. Девушка позднее уехала в Израиль. Актер признался, что настоящей любовью те отношения назвать нельзя. Впрочем, из-за той страсти Анатолия едва не выгнали из театрального училища. Мучаясь от неопределенности, он с Сергеем Гармашем уехал сначала в Херсон, оттуда – домой в Ставрополь. Вернувшись через неделю в Москву, друзья раздобыли справки о том, что все это время болели. В школе-студии МХАТ если и не поверили, то наказывать не стали. Счастье в личной жизни Анатолий обрелся Светланой Боровской. Супруга на 12 лет моложе актера, работает телеведущей первого национального канала белорусского телевидения, читает лекции в Академии управления при президенте страны. Благосклонности девушки Катеневу пришлось добиваться, Светлана только на третий раз согласилась прийти в гости. Она тогда училась в театральном институте, и Анатолий, зная, как питаются студенты, старался приготовить что-нибудь вкусное. Актер считает, что в Беларуси жена намного популярнее его. Фото Боровской даже не подписывают, и так понятно, кто на них изображен. В этом браке родились сыновья Владимир и Клим. Старший окончил философский факультет университета, пел в церковном хоре, занимался каратэ. Младшего в первую, и как говорит отец, во вторую и третью очередь интересуют компьютерные технологии. Увлечения Катенева старшего живописью, ювелирным искусством и рыбалкой детям не передались. Клим учился в школе с театральным уклоном, Владимира неоднократно звали на пробы, но появится ли династия. Анатолий Владимирович не загадывает. Он никогда не заставлял детей делать то, что им не нравится. Сейчас семья живет в Минске, свободное время предпочитает проводить на даче у Вилейского водохранилища. Стены особняка в двухстах КВМ украшают написанные хозяином картины. На странице актера в Инстаграме есть личные и рабочие фото. На них можно увидеть плотного, вес около 100 килограммов, но подтянутого мужчину, от которого веет здоровьем. Актер снялся в драме «Каспий-24» вместе с Анастасией Заворотнюк, Леонидом Агутином и Павлом Делонгом. Поучаствовал в съемках криминального сериала «Племяшка 2» с Дарьей Плахтий. Лента – продолжение фильма 2014 года, где Анатолий сыграл роль отца главной героини. Досталось Катеневу роли в детективе «Уличное правосудие», где появились Дмитрий Лавров, Иван Кокорин, Максим Радугин и другие.